На протяжении нескольких лет в селе Несь происходит постепенное разрушение береговой линии. В опасной зоне расположены производственные объекты и дома, жители которых серьёзно обеспокоены за будущее своего имущества. Александра Литкова расскажет подробнее. Так сейчас выглядит берег реки Несь. До мостовой и ближайших домов в некоторых местах осталось всего пара метров земли. Так она ближе, ближе. Опасно уже подходить. Обрушение-то происходит. Лодку уже три раза перетаскивали. А у неё опять уже корма висит. Скоро свалится вообще. Раньше вдоль берега проходила дорога, по которой ездили на транспорте. Сейчас здесь осталась только мостовая, по которой с трудом можно пройти. По рассказам свекрови, берег был далеко. Мне кажется, даже метров на 50 на том берегу это точно было. Но если улицы здесь были, праздники, гуляния были, это просто масштабы, насколько берег подошёл сюда. Особые опасения у жителей Неси за памятник регионального значения дома Коткиных, которому более ста лет. Всего в зоне подмыва и разрушения берега расположены семь жилых домов. Вопрос этот назрел очень давно. Ежегодно по 30-50 сантиметров береговой линии у нас уходит под воду. И поэтому жители, конечно, очень обеспокоены. Особое, конечно, волнение вызывает дом, который является историческим памятником. До него осталось чуть более двух метров. Поэтому мы очень надеемся, что проект очень быстро будет не только разработан, но и реализован. Для разработки проектно-сметной документации, для выполнения работ по строительству берега укрепительных сооружений село посетили специалисты из проектного бюро «Волна». Подрядчики провели в Неси полный комплекс инженерных изысканий. По итогам их работы должно родиться проектное решение по берегу укреплению в нашем селе. На самом деле у нас более трех тысяч метров береговой линии нуждаются в укреплении. И 16 объектов попадают как раз в эту зону разрушения. Представить готовый проект по берегу укрепительным сооружениям, согласно условиям контракта, подрядчику необходимо не позднее 12 декабря текущего года. Цена разработки проекта составляет порядка 11 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Во сколько обойдутся непосредственно сами работы, пока неизвестно.